Дальше не идёт, рэвиш уже имеется, но драться не захотели. Рэвиш врывается и Бара прям под эту рыбашечку подстрёт. И если бы он здесь не подбегал, возможно, бы даже его не потратили этот рэвиш. Но в итоге встали у нас ещё и Элдер Титан, приводит ММХ. ММХ пытает скрыться, пошёл Чекрам. Энчер Смэш спилял, неплохо даблкил у нас для ММХ. Обрывается Бара на Гвардия, на касту и телепорт, и ММХ отсюда всё же уходит. И всё же Гвардиану нужно уже отступать, его подпаливают. Ну и Акс таких прощать не собирается. Рядом находится Феникс, залетает. Феникс у нас ещё без ультимейта. Нарычали на Гвардиану, пошёл туда ещё и подхилл. Повесили Айншелл, правда, на Гвардиану. Такое себе решение. Сам себя он не жжёт. Активитово не подходит. Ещё подходит сюда и Супер. У нас такой файп уже затяжной уже длится порядка минуты. Дальше рвается Супер. Супер у нас, кстати, ещё без Лосо. Если что, нарычал у нас Васлос. Повес пытается отступить, накидывается на палмы. Очень неплохо Айншелл, залетает. И это минус Аксевич. И момент на этом не заканчивается. Супер, получает для себя уже Супер, хотя нет. У него был шестой, просто не скачал себе Лосо. Скачал себе он Флэймбрейк. Напалм в троечку и Файрфлай в два. Ну и что? У нас в итоге получается два в два размен. Такой вот затяжной файп получил. Сорвается ММХ, пытается спилять. Скидово Флэймбрейком пошёл под слип неточный. И Супер взлетает и уходит. Хотя ныряет дальше, но нет. Всё-таки Супер тут развёл и улетает в другую сторону. Но в это время у нас Кью фармит. Кью никто не трогает. Есть у него один фраг. Лел уже седьмой, краски топовый Лел на карте. Наравне с Тимбером. Ну а пара всё ещё третий левел. У нас снова вот проблемки есть у одного из таких ром-суппортов команды Тиржи. В прошлой игре это был Баунти Хантер. Ну и в принципе Барри тоже. Нужно побыстрее получить шестой левел. Что по нет-восем? Тимбер топ-1. Тимбер потеет. Три тысячи. В принципе три тысячи у нас также имеется у Клинкса. И именно эти два героя борются за первую позицию. Но проблема в том, что дальше идёт целых три игрока команды Сидек. А вот Акс и Дарксфир просели так порядочно. Всё же две тысячи у нас у Акса. А это так-то керри. И сравнивать его нужные краски с Клинксом. И также у нас... Также у нас Дарксфир просил против Тит Хантера. Точный пять сотен. Стом пошёл. Гвардия нам под Слипали. Нарычали. Пробивают. Полетели спириты. Барпом сейчас у нас за Яуя. Роскаус дайвом. Подходит Рэбит. Рэбит. Рэбит будет через шесть секунд. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас можно будет подраться. Там в теорию не будет Дарксфира. Краски Клинксом с ним сразился. И вот Рэбит имеется. Пробивает Соул. Соул. Таверный доминейтинг. Неплохо. Рэбит пошёл. Отличный. Залитает. Тут ещё и Санрейг. Как же здесь сжигает. Вазлост очень битый. Также очень битый у нас 777. Но наступает и Тимбер здесь спиливает Дума. Неплохо. Мы, кстати, ультимейт у нас потратил в итоге Акс. Неточный. Это, конечно же, минус. Но всё же Тимбер справляется и спиливает там у нас ещё и Тайтхантера. Интернет. Стрим упал. Не знаю, у меня всё хорошо. Ну, это не с моей стороны. Это со стороны цвещан. Так что сорян. Ввиду. Выход. Бара. Попчался на супера. Чикравом очень его подменялась. Бара останавливается. На самом деле, почему он не втаранился? Так, был бы башек. Именно вот с... Втаранивание, так сказать. Кстати, Кьюм. Под Аркейн Руной. Хочет кого-то здесь разорвать. Но пока никто на него не вышел. Такой тоненький. Хотя, представим, тоненький героев нет. Ну, вот плюс в том, что как бы... Пять миличников, но миличники стренджевики и они толстые. Но, правда, больно. Больно всё-таки... Сиренкару третьего левела был. И это очень-очень быстрый минус имбера, получается. Ну, ещё и минус трик. 8-5. Девятая минута. Ну и... Подключается у нас уже Кьюм к своим тиммейтам. В руках уже тысячи голды у него имеется. Астрал пошёл, нашёл, пошёл постом, послипал неплохо. Но дальше продолжения здесь, конечно же, не будет. Ну что? Пениц получил шестой. Кто у нас ещё без шестого? Элдер и... Бара. Бара четвёртый. Ну, довольно-таки... Поздний левел получается. И... Обычно Бара... Ну, получше заходит. Ну, вернее, получше заходит. Обычно вот... Когда берут Бару, пытаются его именно так вот исполнить, чтобы он постоянно ромил, кого-то гангал, набрал для себя ассисты и так далее. А тут у него всего один ассист имеется. Одна смерть и пятый левел. То есть... Нецелесообразная реализация Спирит Брейкера получается. Ну, и супер у нас там развлекается. Пока я веду. Пармить себе барабаны, кстати. Решил на 100 тысяч немножко увеличить. В принципе, тоже верно, но... Ну, есть минус небольшой в том, что Тиммер будет больше пробивать. Ну, что ж поделаешь. И Вангуард готов у нас уже у Оксан. Кстати, у него седьмой левел. Ну, и Контер Хеликс он уже промаксил. Клинкс на топе. Подходит к вышке. Начинает застреливать. Краски по стрейфам. Силинг Ару уже промакшены. Тавар падает. Глиф прожимает. Ну, правильно. Не царское это дело. Глифу прожимать. Ну, это всё лишь первый тавар в данной игре. И весьма даже нестандартно то, что Клинкс у нас покинул линию до того, как спушил тавар. Обычно он его роняет. Пересмещение. На Супера выезжают. У нас всё ещё не имеется Незерстрайка. Совсем чуть-чуть экспы. Бара, Лассо. Пошло. ММХ. Бара всё ещё мчится. Вот-вот он добежит. Но очень-очень долго. На самом деле, Вас Лост откидывает Дум. Пошла Супернова. Супернова против милищников. Пытался там ударить у нас Розок Тиммер. Но был ещё он и... Конечно, не Тиммер, а Элдер. Был он ещё и под Спиритами. Так что скорость таки очень маленькая. Но и в этом-то и проблема. Потому что, во-первых, попасть Спиритами очень сложно. Во-вторых, милищниками яйцо ломать очень сложно, даже если Спиритами не попали. И... Как бы... Как бы всё так. Как-то всё так получилось. Казалось бы, нападали сами. Но... Бара там... Ну, кто забежать. Почался с базы. Выход на Рэббит. Рэббит с Реведжем. Ну, такая себе цель Тайт Хантер. Хотя, вот, с Тиммером, да, с Тиммером справляются потихоньку, по чуть-чуть. Рэббит с Телепортом и ещё и плывёт на спине, но погибает. Хотел... Хотел здесь красиво, но, увы, не получилось. 9-6. 9-6. Ну, всё-таки, да, вот Тиммер хорош. Пока здесь. Пока только он один на своём горбу тащит команду. Остальные пока так себе доигрывают. Но всё же, если появится Блиндаггер у Акса и будут какие-то врывы, именно под рассказ Тиммера, там ещё и стенка стяжка, продолжить это всё. Расплиттер. То есть, в теории как бы норм. Ещё и Бара в толпу будет врываться. Как раз их всех раскидывать. Так что, в теории как бы да. Норм. Но пока только Тиммер делает то, что нужно. Для победы. Башню Сил Света на нижней линии атакуют. Что, пора бы забрать Тауэр Меду. Бара. Выезжает за Супером. Попытка очередная. Вторанился. Назовстрак не юзается. Пошёл фреймбрейк. Под Слипали. Ну вот. Он ещё и стоит. Как раз таки не в удобной позиции. Так что милишками добираться тяжеловат. Ставится стенка. Пока без стяжки. Пошла Супернова. Ну и что? Бейте яйцо. Ну в принципе бью. Да. Тут ладно. Тут много героев. И никто не помог Фениксу. Если бы какой-то фреймбрейк бы залетел, было бы неплохо. Возможно бы даже и выжал взорвался. Кьюлингблейд. Кастусь в итоге у нас ещё и победному. Бейтрайдеру. Минус 2 уже сделали. Размен 2 в 2. Ну и Вослос пытается драться. Подходит Клингс. И вот. Вот он Кью. Готов решать проблемы. Хотя в самом деле Аксен Ричал подосправить. И как же тут спилить? 3 полкил от Акса. Ой-ой-ой. Вот это он крутанулся. Перед смертью. Ну и размен получается в плюс. Для Тиэжи. Убивают они 4. А возможно даже 5. И Рэмит погибает. И это Тим Вайп. В исполнении команды Сандер Робот. Чап-чап. Неплохо. Неплохо. Ну. Такое мы видели и вчера. Когда LGD сыграли против Сандер Робот. Развалили их без шансов. Но. Потом. Такие. LGD. Директор сказал. Ну пацаны тут слишком слабые. Давайте. Развалим их. Играя левой рукой. Лишь одной левой рукой. И завязанными глазами. Ну и там тоже не подфидели. Но правда вот к минуте 20. Там 4-5 собрались. Кратски. Вот стадия мидгейма. Где. В большей степени решает именно вот макроскил. А в макро LGD понятное дело сильнее. В принципе как и Сидеки. Сильнее у нас чем те же. Хотя пока вот. Исполняют у нас те же. Вроде бы неплохо. Все же. Пакс уже врылся. На. Вторую строчку в своей команде по надворцу. Ну не не на вторую строчку. На третью строчку в общем надворце. Так что он неплох. Ну и кстати скоро будет Блинк Даггер. Ваксам. Так что вот комбинация. Начнет работать очень и очень здорово. Ну все Darkseer. Конечно редко увидишь. Что вот прям. Так все слабенько у него. 3.300 всего лишь на 15 минуте. Ну что. На топ выезжает. Сейчас мы пожалуй давайте досмотрим за этим выходом. А уже после прочекаем что у нас происходит по графикам. Да и по шмоточкам. Но скорее всего этот выход будет у нас безуспешным. Хотя Бара нет. Решил до конца не врываться. Так. Преимущество. 4.000 примерно за Сидек. По голде. По экспе. Около 3.000. Блин Даггер появляется у Акса. Пошел Реведж. Вырывается. У нас слайдкант. Пошел еще и Сунинов. Увозь. У нас тут Лассо вроде бы неплохо ставится. У нас стеночка. Погибает Тимбер. И вот без Тимбера проблемки пошли. Минус 2. Минус 3. Ну и в принципе ничего не получится. Ну ладно. В принципе это была вылазка через Смоук. Через Реведж. Через Лассо. И в принципе такой файт проиграть не зазорно. Посмотрим что будет дальше. Все таки вот появился блинг у нас у Акса. И по идее после всех этих возрождений будет у нас контр инициация такая. Ну как бы не контр инициация. Ответная инициация от Те Джи. С полами. И возможно что-то и получится сейчас исполнить. Акс задумался. Знаете как картинка. Жизнь тлен. Акс такой. Упал. Задумался. О смысле бытия. Ну что. Давайте посмотрим на шмотки. По-быстрому. Феникс выходит в Мидас. Тайтхантер с блинком. Дум у нас выходит себе. БКБ наверное. Бэтрайдер. Ну блинагер дальше будет. Клинкс у нас уже с изолятором 1600 сверху. Что есть у Ти Ржи. Элдор в принципе ничего особенного. Бара тоже. Есть и шурна. Арканы лишь есть у Дарксира 1300 сверху. Тиммер с Блустоном. Но вот уже он разряженный. И как обычно. Тиммер у нас хорошо катает. Там разваливает кабинеты. Все дела покупают Блустон. И заряды сливаются. То есть. Как бы. Не удается продолжить. В том же. Стиле сноубола. Ну и Акс. С блинком. 700 голды сверху. Да и снова команда решила у нас подуспокоиться. Размеренно. Постреливать вне карты. Застрелили Бару. Но это клинк все-таки. У него уж слишком жесткий дэмэдж. Кстати Юл. Решил купить себе имбер. С какой целью? Там как бы сансов нет. Там есть дум. То есть. Нужно линка. Да и лассо там имеется. То есть линка тут. Наст хэв. А зачем тебе Юл? Ну как бы да. Юл это хорошо. То есть. Там в случае чего. Скинешь себе сам. С которого кстати не имеется. Ну ладно. Как бы. Случай чего ты как бы поднимаешь себя в Юлы. Но. Тебе нужно сражаться. А не в Юлах летать. Как бы. Вято с того. Что ты кинешь Чакрам. И все будут стоять в Чакраме. А ты будешь это иметь от Юли. Очень мала. Что. Драка. Пошел под слив. Вышка Денайбл. Пошел. Эр Сплиттер. Врывается. У нас супер. И там Кью просто заходит в спину. И разрывает. Бедного. Элдор Титана. Да. Шима поймали. Лосой. Как же ему больно. Ай-яй-яй-яй-яй. Пошла драка. Чакрам. Как же все залагало. Погибает Аксевич. Погибает ММХ. Ну и. Блустон. Блустон. Так сказать. ГГ. Да. В общем. Блустон это плохой знак. Потому что частенько после его покупки. Тиммер который играет хорошо. Начинает чувствовать себя очень-очень плохо. Без 5 зарядов. ГГВП. И казалось бы. Тим Вайб. В исполнении команды ТРЖ. Буквально. Три минуты назад. И. На 18 минуте уже ГГ. Вот. То есть. Вот. Был Тим Вайб. Был Тим Вайб. Когда. Выиграли драку. Вообще без шансов. Ну. Как бы. Не то что без шансов. Но довольно-таки жестко. Выиграли драку на ТРЖ. Прошло у нас 3 минуты. Преимущество. С 4 до 10. ГГВП. Ну. И. В принципе. В принципе. Как-то так. Ну. Я. Наверное. Такого и ожидал. От команды ТРЖ. Конечно. То. Чтобы они выиграли. Сидеков. Это было бы просто нонсенс. Этого не произошло. 2-0. Для. Сидеков. На этом я сегодня с вами прощаюсь. Мой рабочий день окончен. Далее. На данном канале для вас будет комментировать печенька. Также у нас есть матчи на третьем канале. Там для вас комментирует мило. Весь день. Ну. И. У нас Нань Янг. Переехал Сазубу на первый канал. Так что. Возрадуйтесь. Заходите на первый канал. И. Слушайте матчи в комментировании Адеквата и Ласта. И. Кстати. Завтра. Завтра я тоже ворвусь на. На Нань Янг. На первый канал. С 6 утра. Буду я комментировать. С Вилатом. Матч. Винеров. И. Также 2 матча Лузуров. И. Кстати. У нас первый матч Лузуров. Это будет DC против Империи. Так что. Очень и очень интересный матч будет. Наверное даже вот. Для нашего зрителя. Это самый интересный матч. Как бы. На Нань Янга. Скорее всего. Потому что как бы. Там DC. Где играет Виха. В принципе. Всеми нами любимый. Также играет Резолька. Наш братюня. Ну. Играет они против Империи. То есть. Как бы. Наши. Наши. Товарищи. Ну что. На этом. Как я сказал. С вами прощаюсь. Для вас на данном канале. Работал Тексас. Далее продолжит Печенька. Ну и всем пока. Продолжение следует.